Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие отцы, братья и сестры, матушки и гумени, всех вас сердечно поздравляю с праздником Святаго Архистратиго Божьего Михаила и всех небесных сил бесплотных. Это тот день, когда мы должны задуматься о тех силах, которые воздействуют на человека и на всю Вселенную. Богу не было угодно открыть нам природу этих сил. И когда человек думает о горнем, невидимом мире, то он поневоле, ибо не имеет ничего иного, свой опыт, свои образы, свою культуру переносит на этот мир. Именно так появились ангелы, которых изображали в виде молодых юнош с крыльями. И это вполне понятно. А как еще иначе изобразить? Если ангелы где-то там, где-то на небесах, ведь птицы для того, чтобы подняться в небо, махают крыльями, значит и ангелы крылья имеют. Это человеческие образы, вполне понятные. И каждая эпоха, каждая культура выражает эти невидимые и непостижимые для человека явления на своем культурном языке. Мы не знаем природу небесных сил бесплотных. Но мы точно знаем, что они обладают разумом и волей. Знаем также, что не все из них обладают доброй волей. Есть и те, кто противопоставил себя Богу разумно и свободно и стал Божьим противником, сатаной, дьяволом. Он тоже из того неведомого для нас небесного бесплодного мира. В сегодняшнем послании апостола Паула к евреям мы находим удивительные слова, сказанные об ангельском мире. Бог дал власть этим силам над вселенной. Не над землей, не над людьми, над вселенной, над космосом. Что означает эта власть? Никогда до конца не узнаем. Но какой же колоссальной энергией, какой силой должны обладать эти ангельские воинства, чтобы оказывать влияние на всю вселенную, на весь космос и на человека. По мере того, как наука открывает все новые и новые тайны, у ней расширяются горизонты. И многое, что еще вчера было совершенно невозможно понять, сегодня объясняется научным путем. Но, наверное, и наука никогда не дойдет до постижения того, что есть эта неведомая сила, присутствующая в космосе. Хотя многое из того, что открывает сегодня наука, помогает и нам как бы приблизиться к пониманию этой огромной энергетической силе, разлитой во всей вселенной. И этой силе дано особое попечение о людях. А почему? Да потому что по тому же Слову Божьему, которое мы и сегодня слышали за литургией, человек мало чем умален пред ангелами. Мы не обладаем такой силой воздействия на окружающий мир. У нас нету той мощной энергии, с которой они обращают свое воздействие на то, что их окружает. Но, как и они, мы обладаем разумом и свободной волей, которую можем обращать либо к добру, либо к злу. Из предания Церкви мы знаем о том, что именно ангелы, силы, встречают человеческую душу после смерти человеческого тела. И вот сейчас в молитве, только что прочитанной перед иконой Архангела Михаила, мы просили его о том, чтобы он с ангельскими силами встретил нас после смерти. Поддержал, может быть, в той брани, которую темные силы, силы ада, готовы обрушить на нашу беззащитную душу после смерти тела. Из Слова Божия мы знаем, что Архангел Михаил являлся в особые судьбоносные моменты человеческой истории. Недаром его почитают в том числе и воины, потому что его вмешательство в человеческую историю всегда было направлено к утверждению мира и правды. Нам также известно, что на каждого человека влияют эти силы. Мы называем их ангелами-хранителями, но мы знаем о том, что есть и ангел-искуситель. И одна, и другая, и темная, и светлая сила влияют на каждого человека. И сегодня, когда мы прославляем эти светлые, божественные, Богу подчиненные силы и энергии, мы просим их о помощи нам в нашей человеческой борьбе со злом. И верим, что по милости Божией и по молитвам нашим недостойным Господь каждого из нас защищает этой положительной энергией, этими добрыми ангелами, способными защитить нас от самых страшных, искусительных и губительных воздействий темной дьявольской энергии. Сегодня особый день, который вводит нас в соприкосновение с тайной божественного замысла об этом мире, в соприкосновение с иным миробытием, помогает понять, что существуют эти реальные точки соприкосновения нашего земного, человеческого, физического бытия с невидимым бытием, с иным миром. И это должно каждому из нас давать чувство защищенности, вселять мысль о присутствии в нашей жизни огромной, неведомой для нас, но реальной опорой в жизни. Вот почему православные христиане наравне с молитвой к Спасителю, к Божьей Матери, обращают свои молитвы и к святым архангелам и ангелам, к неведомым, бесплотным духам, которым Бог вручил попечения, в том числе и о каждом из нас. Молитвами и предстательством святаго архангела Божьего Михаила и всех бесплодных сил дохранит Господь всю историческую Русь, державу российскую, народ наш, церковь нашу, непреодолиму злыми наветными вражьями. Аминь.